Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии в пятницу 20 октября. Меня зовут Наконечный Александр, и сегодняшняя торговая сессия с вами проведу я, наш ведущий эксперт-аналитик Артем Деев. К нам вернется в понедельник, а давайте мы с вами рассмотрим ключевые события предстоящего дня. Сегодня пятница, пятница всегда день очень волатильный в финансовых рынках, трейдеры закрывают свои позиции, ну и тем самым, соответственно, на рынке могут начаться коррекционные движения. Но если говорить по поводу дня сегодняшнего, да, сначала давайте посмотрим, что у нас на рынке уже произошло. Вчера было выступление Жирома Павла, председателя ФРС, и что мы знаем из его выступлений? Павел заявил, точнее констатировал факты того, что процентную ставку ФРС повысил за рекорд на короткие сроки до уровня 5,5%, цели по инфляции остаются 2%, соответственно, для того, чтобы достичь инфляции 2%, возможно, придется снизить темпы экономического роста, и все в этом духе. Плюс ко всему, Павел заявил о том, что если инфляция не будет снижаться, то, соответственно, скорее всего, они будут повышать процентную ставку, то есть они готовы на это пойти. Поэтому после выступления Жирома Павла сразу у нас отреагировала S&P 500, отреагировала падением, цена с 4 350, упала на 4 300, сейчас торгуется еще ниже. Соответственно, индексы в таких условиях расти не могут, да, мы ожидаем, что S&P 500 будет и дальше скатываться вниз, нового прогноза будет с понедельника. Что касается других инструментов, бренд, нефть марки Brent сейчас торгуется на отметке 93.25, на фоне конфликта на Ближнем Востоке, безусловно, нефть вызывает высокий интерес у трейдеров, нефть сейчас дефицит на товарно-финансовых рынках, близко всему выходили совсем недавно запасы, запасы сокращаются, поэтому мы ожидаем, что нефть марки Brent будет дальше расти. Первая цель, которую мы ставим, это 95, ну и, соответственно, дальше есть ожидание того, что цена пойдет и на 100 долларов за баррель. Из других интересных активов, которые следует рассмотреть, это золото. Золото уже на текущий момент времени торгуется на уровне 1980 долларов за унцию. Безусловно, в любом конфликте, когда происходит какая-то нестабильная обстановка, золото выступает в роли убежища и инвесторы массово у него перекладывают для сохранения своих средств, поэтому сейчас мы видим, что любое обострение, любое какое-то событие, которое происходит на Ближнем Востоке, и оно вызывает рост золота. И я думаю, что цена до 2000 долларов за унцию дойдет, если не на сегодняшней торговой сессии, то на следующей неделе мы это значение точно увидим. Давайте еще под конец рассмотрим биткоин. Биткоин сейчас торгуется на отметке 29100, и, соответственно, по криптовалютам есть небольшой позитив. Позитив больше всего связывается с тем, что комиссия по ценам бумага может одобрить биткоин и ETF, и, соответственно, сейчас идет обсуждение, что будет, если одобрят. Соответственно, до каких значений вырастет биткоин, до 40 тысяч, либо сразу до 50 тысяч. На самом деле здесь нужно просто понимать, что это позитивный фактор, который приведет к росту криптовалютных активов, и на текущий момент времени мы видим, что по криптовалютам есть небольшая тенденция к росту. Сразу отмечу, что одобрение, либо отклонение биткоин и ETF – это вопрос не октября, не ноября, это вопрос в ближайшие нескольких месяц, скорее всего, только в следующем году. Это были все наиболее актуальные события на сегодняшний день. Вам желаю успешной торговли и всего наилучшего!